Итак, главный судья соревнований Витяслав Мальцев. В сравнении с вчерашним днём, сегодня были идеальные условия. Вчера они были крутые условия, а сегодня они были почти идеальные. То есть ветер 6-7 метров в секунду. Практически все гонщики могли уверенно передвигаться по дистанции и реализовывать свои самые смелые предположения по их позициям. Я считаю, что сегодняшний день он позволял не только быстро ехать, но и быстро соображать, тактически, потому что расстояние между знаками доходило до полутора километров между нижним и верхним. За это время можно много чего сделать, правильного или неправильного. Одним словом, хотя гонки для первых проходили быстро, не менее быстро, чем вчера, то есть фактически 10-11-12 минут, но из-за того, что пополнились ряды после вчерашней гонки, где участвовал сегодня 10 человек, удвоилось даже большее количество гонщиков, соответственно, напряжение, особенно на старте, увеличилось. То есть игра сегодня была очень интересная. Я думаю, что гонщики сегодня, главное, чтобы не очень это дело, праздновали свои успехи, чтобы завтра еще погоняться в таком же образе. Протесты были? Протесты были, но один рассосался в процессе гонки, а другой рассосался уже на берегу. То есть мужчины, как бы остыв, покинув свои перспективы, отказались от гонщиков. Но будут две дисклификации за завал знаков и непредупреждение об этом суде. В положении, если завалить знак, а потом прийти и сказать, что вот я, извините, завалил, то штрафуется 20%. Но если ничего не сказал, то он дисклифицируется. Понятно. Это элемент воспитания. А в целом, как место, гонщики? Ну, вообще, это такой гоночный стадион. То есть, в общем, просто великолепное место. Гонщики, судя по протестам и вообще по способу ведения, своего поведения и ведения гонки, весьма корректный, вежливый. Как правило, признак мастерства. Потому что, как правило, хамят люди, которые что-то не могут делать. Люди, которые искушенные, они смотрят вперед на несколько ходов и не ставят себя в позицию, когда возникает конфликт. Поэтому игра. Спасибо. Увидимся завтра. До завтра.